очагов тв представляет доброй ночи привет нормально в основном на политические отношениях между россией и украиной сложно сказать как они могут так же как и развиваются это война и вражда на десятилетие как минимум вражда на десятилетие война война не на десятилетие скорее всего как вы думаете помиримся мы линия ну лет через сто может быть такой ответ уже слышал а вы как считаете да я считаю что мы не рвались то это украина с нами про аниме нам-то и миристы не надо украине притяжу россии не враги не враги да которые не враги нет не ссорились украиной но сейчас убиваете украинцев ну потому что об этом просили ну так значит все таки враги для нас вы не враги украинцы украина за что достойно убиваете не врага тогда вы спросили кто просил украинцы что украинцы просили что просили убивать себя что ли ну а когда донбасс начали расстреливать не кто начал расстреливать донбасс украины донбасс это украина вообще-то значит вы начали свои же расстреливать ваши какой какое дело что украина делала на своей территории донбасс попросил россии защиты зари нам не надо чтобы нашу украинцы нас убивали помогите нам братья и братья помогли каким образом украина убивала донбасс можно узнать конкретно чем это заключалось или так скобеева мантра рассказала а что это означает не рассказала дадут расскажите как вы это понимаете чем заключалось что украина как в этом скале уничтожала и что там делала с донбассом в чем это заключалось давайте луганский там кондиционеры взрывались какие кондиционеры самолет не по площади в рубил опозданию заседал штаб военных преступников в том числе российские военные там были и они обсуждали каким образом там брать погран заставу что-то вот такое да это было один раз и что батальон и зашли какие батальоны куда у нас батальона куда куда зашли куда зашли на территорию донбасса как на территорий донбасс это украина как понять fondo батальоны батальоны на своей земле зачем украине сеток вас есть это не трогать донбасс что на киев пошел или что но у вас приключилась там что донбасс на киев пошел и что сказал вы мне не можете ответить на мой вопрос я правильно понял я спросил в чем заключалась то украина уничтожала донбасс во все не во всем а конкретные примеры приведите моей школы нету какой школы какой школы в каком городе это не город это поселок но в какой поселок область контрольный область луганская луган а если бы российские войска не не зашли на территорию украины не вторглись как как вы думаете школа было бы целом когда были ополченцы это были ополченцы и стояли украинские войска подожди теперь не переводили украинские стояли военнослужащие были блокпосты также ополченцы блокпосты стояли и все вместе в один магазин ходили скупляться все было нормально пока не зашли отряды коломойского эти донбассы а где ополченцы взяли оружие можно узнать большая разница вытащили шахт танки до шахтеры вытащили танки и шахт до их начало и не было танков были одни а что не было стадов на донбассе не было военных частей не охраняли правда любой приходи и бери сколько хочешь до их не было но подождите кого не было склады с танками были защищаться причину того чего донбасс почему начал защищаться донбасс причину донбасс не начал защищаться я расскажу Как дело было. Российские войска, российские вооруженные формирования вторглись на территорию Украины. И с ними начала бороться украинская армия. Российские вооруженные формирования вторглись на территорию Украины. Да, там было немало коллаборантов, предателей своей родины. Их было много. Они поддержали российские войска, которые вторглись. Их поддержали коллаборанты типа вас, предателей своей родины. За что вы все еще будете отвечать? А, вы все эти в Туле. Вы же убежали. Вы же убежали. Вы же убежали. Вы же убежали. Вы же убежали, правильно? Почему вы убежали из Луганской области? Я не убежал никуда. Так вы же в Туле сейчас сидите. Да, у меня жена просто тульчанка. Ну, и почему же вы убежали из Луганской области? У меня жена тульчанка. И что? Поэтому вы убежали из Луганской области? Вы с женой не живете в Луганской области, куда бы так звали русский мир, а? Потому что... А что я звал? Сейчас уже это русский мир. Уже русский мир. Какое-то это временно оккупированные территории. Уже русский мир. Что же ты запоешь, дядька, когда Украина станет где-то Польшей, где-то Россией? Ну, Киев будет расти. А когда? Как ты думаешь, когда это случится? Блин, не знаю, но... Не знаешь, да. Пару лет еще, наверное, будет. Но пока шел третий год трехдневной специальной операции, да? А кто вам сказал, что он на три дня будет? Кто вам сказал? Кобеева, Симонян, Соловьев, Лукашенко. Кто они такие? Кто они такие? Первые три? Первые три это официальный рупор Кремля. Кремль им платит деньги. Кремль содержит полностью эту всю шваль пропагандистскую. Это государственное телевидение. Симонян, Соловьев. Это все государственное телевидение. Рупор Кремля они есть. Они есть рупор Кремля. Они есть рупор Кремля. Они рупор Кремля. Путин вам это сказал. Когда Песков говорит, это рупор Кремля или он от себя говорит? Кто Песков сказал? Я говорю, когда говорит Песков, он является рупором Кремля или нет? Путин сказал это? Рупором Кремля является Песков или нет? Путин сказал. Путин не может все сказать. Путин не может. Если бы Путин мог все сказать. Если бы Путин мог все сказать. Все, что происходит в стране. Если бы Путин мог сделать все заявления и хотел бы их сделать, он должен был бы, он должен был бы, Путин, он должен был с утра до вечера, 24 часа в сутки, скороговоркой говорить текст, и то он бы все, что хочет власть донести народу, он бы все это не сказал, понимаешь? Поэтому у него есть рупоры Кремля. И вот такие пропагандисты, как Симонян, Скобеева, Соловьев, непосредственно, вот они все трое, говорили за два дня, за три дня, Соловьев говорил, мы только бровь поднимем, понимаете? Рупор Кремля. То есть это, то, что они говорят, это можно считать практически официальными заявлениями. Поэтому твои влажные мечты, что вы там когда-то что-то захватите, Польша отойдет. Польша же не дикая страна, она цивилизованная европейская страна. Польша, даже я ей сейчас скажу, хочешь, вот, на, забирай там кусок Украины без согласия, да? Польша никогда на это не согласится, понимаешь? Тебе твою дикую голову это не может поместиться в твоей голове дикой, понимаешь? Ты не понимаешь этого? Ты не понимаешь, что такое цивилизация? Нет, вашу цивилизацию я вообще не понимаю. Какую нашу? Что такое наше? Я не понимаю гей-парады ваши, вообще ничего не понимаю. Ой, слушай, ну тебя что, кто-то заставляет в гей-парадах участвовать? Не участвуй. А, подожди, или ты когда видишь, видишь гей-парады, то ты чувствуешь, как ты становишься геем, да? Не, у меня просто нога чешется. То есть ты чувствуешь себе, ты чувствуешь себе потенциал к тому, чтобы стать геем, правильно я понимаю? Не, 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 у меня нога чешется, чтобы подсрачник. Вот, нога чешется. Значит, ты знаешь, что самые ярые гомофобы, это латентные геи. Это значит, что тебе это тоже хочется. Но у тебя внутри, это тебе внешнее обстоятельство не позволяет это сделать, понимаешь? У меня глаза открыли. Ты не знал этого. Мога не перестала. Ты не знал этого. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, при чем тут? Вы что, из-за парадов геев напали на Украину и убиваете украинцев? Россия из-за этого напала на Украину. Что ты имеешь? Украинцы просили. Украинцы просили это. Украинцы не просили этого. Они наоборот говорили. Гейт. Как они умоляли. Они говорили гейт с Украины. Никто не просил никого. Не надо врать. Украинцы не просили. Они же кричали там на Майдане, на Маскаляку, на Гелянку. они не просили россию приходить россию просили приведет такие предатели как ты вот такие предатели как ты которые будут отвечать за это еще ты кстати есть на миротворцы нет как как твоя украинский патпорт и выбросил или нет не валяется а на всякий случай держи его правильно может понадобится если захотят в тюрьме отсидишь блин за коллаборантство за содействие оккупационным властям и потом тебя украина сколько там срок тебе дадут руки в крови ты не замарал об украинцев нет пока еще не до а хочешь да вот если таких вот как ты туда если руки у тебя не в крови то отсидишь свой срок и будет жить в украине а если будут замараны руки в крови чувак последствия будут намного хуже я думаю и это скоро случится все с и из луганской из донецкой когда я думаю что ты увидишь что крым крым до в первую очередь будет крым освобожден я думаю что максимум это будет следующем году когда большая часть крыма взята будет под контроль это скажу мысль большая часть крыма будет взята под контроль вооруженными силами украины это будет максимум следующем году сейчас когда придут ф-16 ф-16 то крыму некуда будет деваться мост мост крымский взрывают нахрен и все и снабжение в крым прекращается понимаешь и что они будут делать палец сосать сидеть без снарядов без боеприпасов без вооружения без запчастей без продовольствия ваша армия российская как ты думаешь долго она там продержится она будет убегать точно так же как из херсона убегала из херсона помнить как ваши драпали вот так вот из крыма будут убегать вот так вот чувак так что ты рано радуешься иди себе в туле блин и и и не было ты не выездной ты больше никогда не где попадешь не в украину нигде в мире нигде в мире тебе не будут рады понимаешь жалко украину что с ним случилось была такая страна вы проебали если нет ни ругайся матом не ругайся матом не ругайся матом если бы тебе было дал кого украину если бы тема жалко украину либо во-первых ты бы ее не предал это первое второе и бы и мы во первых а я какой-то царя я россиянин я россиянин по рождению что ты мелешь я сам из россии родом причем тут я я из россии родом что ты мелешь мы что ты мычишь я из россии родом я не могу украину предать никак потому что я украине не давал ни клятву не присягу я не являюсь гражданином украины и никогда не был понимаешь а вот ты придавая в армии украине служила присягу не давал представляешь это как ну то же самое продавал только наоборот мне даже гимн украины не знаю я ненавижу гимн украины это самый конченый да ты предатель украины мы же это поняли конечно ты предатель украины и ты за это будешь отвечать на ютубе на ютубе на тебя посмотришь тебя я думаю увидят знакомые друзья родственники нибудь делают выводы миротворец а кто узнает внесут так что не переживай чувак все будет хорошо по барабану по барабану по барабану так и будет ролик называться по барабану все пошел так мы друзья и назовем ролик по барабану так что друзья мы не забываем делать то что нужно правильно лайк колокольчик проверить подписку комментарий обязательно и распространяйте видео вот пять вещей вот те кто поддерживает и идею канала вот эти пять вещей но я вас очень прошу делать это же не сложно вам это секунды буквально секунды все это сделать что я сейчас сказал ну сколько 15 20 секунд то вместе с тем чтобы кинуть куда-то на facebook например там ссылочку и так далее спасибо друзья за это и до новых встреч пока а а а а Субтитры сделал DimaTorzok